Костельвания Лордов Шадоу Ультимашн Эдишн. Эта игра разработана, как вы видите, в 2013 году, Konami. Пока что, как я понимаю, игра сделана только на кнопках, без использования мыши, но за мышку я пока что не знаю, поэтому, думаю, в дальнейшем мы немного всё поймём, да научимся. Есть пока что три уровня сложности, это оруженосец, воин, рыцарь и паладин. Давайте будем воином, так как это средняя сложность. Надвигается буря. Человечество в упадке и на грани гибели. Мир меняется, но теплится ещё надежда в сердцах людей. Мы живём мирской жизнью, не ведая силах, способных навсегда изменить наши судьбы. Мы алчны, беспечны, словно овцы на бойне. Эта ночь в 1047 году от Рождества Христова знаменует собой начало нашего похода в глубины тьмы, хаоса. Я наблюдаю за ним из теней. Избранный ли он? Он зашёл уже далеко, но он будет испытан до самого предела человеческой выносливости. И за ним. Этой ночью скачет он в поисках старых богов, вооружённым амулетом, приведшим его сюда. Здесь начинается его путь в забвение. Я понимаю, что игра 2013 года, но озвучка могла быть немного получше. Типа, я не отрицаю, что озвучка хорошая, но она как-то очень громкая. Борьба за превосходство вечна и неизбежна. Как будто по радио кто-то говорит. К победе стремится каждое живое существо в этом мире. Они будут убивать и гибнуть, лишь бы их род доминировал. Кто-то называет эту вечную борьбу эквилибриумом. Равновесием между светом и тьмой. Даже субтитры не успевают. Ну, типа, по картинкам, ну, игра, да, немного староватая. Хотя, Фьюз на эту лампу, смотри. Но пока что графика... Настали тёмные, безнадёжные времена. Верующие люди утверждают, что это божье испытание, дабы укрепить наш дух. Может, это и правда. А может, и просто ложь во спасение. Если так, то тьма пришла поработить некогда благородное человечество, а мы являемся свидетелями конца людского рода. Так, я не понял, это собаки в игре гавкали? Или в реальности? В лом, её с окном гавкали. Хотя, может быть, оно так и есть? Графика пока может душевать лучшего, на самом деле. То есть, я-то не сказал, что такая идеальная графика. А вы? Так, J для направления атаки и C для круговой атаки. Нажмите кэш, чтобы подпрыгнуть. Ах, бля. Для направленной атаки. Чё это значит? Это купела здоровья. Используйте, чтобы восстановить своё здоровье. Заметьте, что вы можете взаимодействовать со всеми, что светится так же, как это можно. Для этого... А ну-ка. Подожди, давайте я лучше зайду тогда в настройки управления и перенесу... Так, блок И. Так, К. Если Ч, это, это. Круговая атака, значит, L. Дополнительное оружие. Пускай пробел. Блок уклонения. Захват. Акти деактивировать магию света. EQ. Хорошо. Ммм... Пускай F. Так, и надо теперь дополнительные... Очки опыта. Ага. Я думал, типа мне будет именно показываться, а она надо мной. Ну, подо мной. Да, графика желает лучше, на самом деле. Так, из погибших врагов часто попадают награды. Возьмите эти кинжалы, пока они не исчезли. Чтобы метнуть кинжал, нажмите пробел. Возьмите эти кинжалы. Что жать? Что мне жать? Мне не объяснили, что мне нажимать. А вы получили очки опыта за убийство врагов. Убейте несколько врагов прямо сейчас и получите 25 очков опыта. Я получил 5. Или это броня? Вы открыли новую способность. Так, это ваша книга путешествия. Вы используете её для приобретения новых боевых приёмов и способностей. Посмотрев... Так, инвентарь, я раскрою полезную информацию о мире. Ага, то есть тут и бестиарий, походу, есть. Базовые приёмы направленные атакой круга... Ага, основное направление атакой цепи наносит урон только врагам прямо перед вами. Круговая атака. Основная круговая атака цепи наносит урон всем окружающим противникам. Ну, я не понимаю, она быстрее или она медленнее. Нажмите... Так, допоручие. Это метание. Прыжок. Тут прикольно то, что сделано в виде книги, всё, и ещё даже показывают что-то типа используется. Нажмите F, чтобы схватить врага и взаимодействуйте с подсвеченным объектом. Мелкие враги могут быть брошены в других противников. Очки опыта определяют развитие ваших навыков в игре. Очки начисляются за уничтожение врагов и решение головоломок. Использование числа под полосой здоровья показывает количество очков опыта, которое вы можете потратить. Так, оно будет светиться, если есть возможность. Так, направленная комбинация. Серия обычных атак, да, это... Влево-влево-влево-влево. Круговая комбо. О, ни хера себе. Я чё, играю... В этот? Довел мой край? Так, метательные кинжалы. Нажмите пробел, при... Хорошо. Гильотина. Нажмите и удержите влево. Находясь в воздухе, чтобы использовать... Ну, давайте, приобретём, хорошо. Открытая новая способность. Ну, это типа как... Улучшить. Нажмите и удержите в воздухе, чтобы использовать эту направленную атаку, как добивающую в любой комбинации с шестим. Вертикальная цепь. Нажмите и удержите. Ну, это... Такое. Вселение. Ну, я думаю, мы, в конце концов, потом всё научимся. Нажмите и удержите вправо. Цена 800. Тысяча. Думаю, я буду просто зажимать обычными атаками, да и всё. Волна кинжалов. Нажмите и удержите пробел. Вы можете метнуть максимум 5 кинжалов одновременно. Динамично. Динамично. Тролль какой-то. Гоблин. Гурдалак. Ни хера тебе. Эту атаку нельзя уклонить. Тебя капли дашь. на экране как будто настоящее это плюс он все хп восстанавливает проще пыла просто ступил кто кто ты такой я говорю я здесь чтобы найти хранителя озера ты из ордена они тебе прислали на волосу по громкости по голосу за кассиву он найдет тебя пока не ушло его с фонтанчика габриэль там фонтанчик у нас хп меньше половины типа просто как уровне осажденная деревня пройдено так серебряный кинжал найденная реликвия у вас еще 70 это карта вы мира вы можете снова посетить предыдущий уровне нажмите клавишку движения и выберите так открытое испытание завершить уровень одолев великого варга оставив в живых хотя бы одного жителя деревни у меня все были жители деревни живы типа здесь просто идет как уровне все я следую за ним в старый лес наблюдая издалека он и в самом деле силен один бог приходит дабы изгнать других но здесь влияние божье ветхо и слабо старые боги все еще господствуют здесь немногие отваживаются зайти так далеко в лес его беспокоят сны сны терзающие его душу он устроит ночлег но будет нелегко обрести покой битва его ослабила но он знает сон снова вернется и хотя он не боится ничего на свете эти кошмары подрывают его силы и заставляют холодеть сердце завтра он пойдет старый давно заброшенной охотничьей тропой но сейчас он видит сон окей короче сделаем тогда таким образом как и с другими играми где есть уровни уровень прошли серия закончилась окей отчего человек бросает вызов тому отчего большинство бежит без оглядки обрекая его на одиночество подвергая опасности проиграть и умереть просто так как это водной ответы тоже любовь сила столь могучая что ослепляет разум он становится слеп ко всему даже к правде утрата любви может сделать человека отчаянным настолько что он приложит все усилия дабы закрыть правду и свою боль я слышал ты ищешь хранителя озера я доставлю тебя к нему нам нужно поторопиться залезай мне на спину так верхом на лошади атака нажмите влево чтобы атаковать врагов нажмите вправо чтобы атаковать а портни наездников обе атаки могут быть нацелены вправо в либо влево с помощью клавиши движения уклонение это вверх тем нажмите клавиши движения в 6 любые на сторону уклониться от атаки хорошо так и пока как я сказал сейчас мы тогда немного вот так сделаем потише влево вправо а то есть каждый раз когда мне будут сбрасывать сконьяки я буду драться или нет но мне бы хп шкод 3 и нить что делать и и и и и А где ж ты в сраку, чел? Почему он такой сильный? Ой, боже, я так и сдохнуть на самом деле могу. И тут светильники из раны эти не помогут. Дальше я идти не могу. То, что ты ищешь, находится впереди. То есть, он хранит леса, а мы идем к Деве. Так я понимаю, это во берега. Кажется, да. Ладно, я не буду делать, что бы эти по каждой серии это один уровень. Мне кажется, это мало будет. Будем, ладно, смотреть по времени вообще прохождение. С такими играми, как лего, игры, какие-то другие, да, можно в принципе. Хотя, можно с этой так же делать. Какой магический кристалл? Ноль из единицы. В смысле? В смысле? Ни хера, не понял? Ой, боже. Блок. Синхронный блок. Уклонение. Топор. Вправо. Ну, если много будет воздушных прагов, в принципе, сойдет. Блин, а можно как-то книгу закрыть? Иллюстрация. Смотрите в разделе дополнительно, в главном меню. Ну, типа, если у меня фулл хп, тогда да, это нормально. Можно и без пополняшки сделать. Магический кристалл. Ладно, короче. О, это глава один только. А-а-а, ваше. А всего их тут? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Денадцать глав. Слушайте, ну, если в каждой главе под охера этих, давайте посмотрим иллюстрацию. Серьезно, иллюстрация тоже открывается? Селяне. А-а-а. Вон. А, это за первую главу только. Стоп. Где моё досье на врагов? Хм. Окей. Ладно, больше опыта я не трачу на всякие вот эти артики. Если что, не знаю, посмотрим, короче, как будет всё происходить. Поскольку серии... Ну, типа, если одна серия, это один уровень, тут двенадцать, короче, сорок плюс уровней будет. Ну, типа, серии. Поэтому, да, будем просто смотреть по таймингу. Поэтому на этом мы заканчиваем. Следующую серию мы закончим первую главу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok